Духовно значимое событие. В Москве архиепископ Егорьевский Матфей совершил чин освящения на купольных крестов храма Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе. Кресты будут установлены на главке храма. Некогда церковь была одним из красивейших зданий 17 века в России. По декрету 1918 года весь комплекс был признан выдающимся произведением русской культуры. Сюжет Галины Ледвиной. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Бутырской Слободе – уникальный памятник возрождающейся к жизни. В апреле на храм вернулись три малые главки, немного позже последняя малая и центральная. И вот новый созидательный шаг – освящение на купольных крестов. Свидетелями исторического события стали прихожане, представители Министерства культуры и городские власти, а также другие почетные гости. Дождь не помешал порадоваться происходящим переменам. Чин освящения совершил архиепископ Егорьевский Матфей, векарь святейшего патриарха. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы – один из древнейших памятников церковного зодчества Москвы. Построен в 1684 году при Петре I по случаю окончания войны с Османской империей, Крымским ханством. Это был первый в России полковой храм и одно из красивейших зданий XVII века в России. В 1920-е годы регулярные богослужения были прекращены. Окончательно церковь закрыли в 1935-м. Верх колокольни, главы храма и трапезная, здания приходской школы и богодельни были уничтожены. Между храмом и колокольней построен заводской корпус. За время использования храма машиностроительным заводом здание было изуродовано. Выбиты кирпичи, в стенах прорублены окна и огромные дыры для труб. Вход был пробит через алтарную часть. Уничтожены шедевры живописи. Очень важно возвращать историческую справедливость, восстанавливать ее именно в сегодняшнее время. Потому что как никогда нам необходимо возвращаться к своими словами, когда необходима консолидация к себе общества, когда необходимо нам возвращать память наших славных святых, особенно тех, кто прославился в воинском подвиге. Именно сейчас необходимо вот эти древние святыни приводить в чистоту и благолепие. Реставрационные работы по храму проводятся с 2012 года. Сначала в рамках федеральной целевой программы культуры России, с 2019 года по программе развития культуры и туризма. По просьбе прихода церковь перешла под контроль программы строительства православных храмов и личный контроль ее куратора, советника патриарха по строительству Владимира Иосифовича Ресина. Приведение в соответствие всего и живописи, и полов, убранства, наверное, не меньше трех лет еще потребуется для того, чтобы завершить все работы. Потому что объект очень непростой. И мы знаем, что реставрационные работы, они всегда требуют и больших материальных положений. Мы идем поэтапно и очень радостно, что Министерство культуры обратило внимание, благодаря работе Владимира Иосифовича Ресина, обратило внимание на этот объект. И поэтапно выделяются средства, поэтому в соответствии с графиком финансирования и будут выполняться и завершаться эти реставрационные работы. В скором времени молельное помещение перенесут в часовню на Дмитровском шоссе. Будет обустроено помещение воскресной школы, чтобы во время внутренних работ прихожане могли осуществлять свою повседневную деятельность. Завершается проектирование внутренних работ. В скором времени подрядная организация приступит к демонтажу перекрытий. В храме предстоят работы по расчистке оставшихся фрагментов росписи, укреплению живописи на стенах. Все работы ведутся под контролем специалистов Мосгорнаследия.